25 мая вступит в силу общий регламент по защите данных. Постановление распространяется на все страны Европейского Союза. Регламент усиливает защиту персональных данных. Теперь граждане будут иметь больший контроль над личной информацией. Были инциденты, поэтому и вводится регламент. В данном случае мы говорим не о Дагуевсе конкретно, а вообще о Европе. Там проходят судебные разбирательства по рассмотрению факта утечки данных. Допустим, я подписал договор с каким-нибудь лотерейным агентством, и теперь обо мне знают компании по предоставлению мобильных услуг. Естественно, это означает, что эти данные были переданы без информирования непосредственно субъекта данных. А если взять банковские дела, то это еще серьезнее. Если мы знаем историю финансовых сделок клиента и передадим ее страховым компаниям, то они, исходя из этих данных, могут делать спецпредложения. У кого будут храниться данные, какова процедура их обработки и актуализации, изъятия и удаления, субъект данных будет иметь право получить ответы на все эти вопросы. Доступ к личным данным будет ограничен. Сейчас в Латвии проводятся курсы, на которых готовят сертифицированных специалистов по защите данных. Их немного – 140-160 на всю страну, рассказывает заместитель исполнительного директора Дагуповской городской думы Карлес Рассис, который в муниципалитете и будет таким специалистом. В его обязанности входит определение, с какими данными работает самоуправление и находящиеся в его ведомстве учреждения, и какой закон разрешает обработку этих данных. Проще говоря, проанализировать и минимизировать риски утечки данных. Если говорить о выполнении регулы городской думы, то мы пересматриваем договоры, заключенные с теми, в чем в ведомстве находится государственная база данных. И если выясняется, что данные о жителях, которые получает Дума, превышают необходимый объем или неадекватно предоставляемые услуги, например, счету за детский сад или налогу по недвижимому имуществу, то мы этот договор корректируем. Предприятия самоуправления должны привести к исполнению требования регулы самостоятельно, ведь только они знают, с какими данными работает. Дагупов с Илтомтыклей пока не готовы комментировать предстоящие новшества и то, как они отразятся на работе с клиентами. В любом случае, эпоха счетов в виде обычных листов формата А4 уходит в прошлое. Чем они будут заменены, предприятие жилищно-коммунального хозяйства еще решает. Рассматриваются несколько вариантов. Мы должны подумать, как для себя и также для клиента обезопасить его выписанный счет, чтобы он не попал третьему лицу. В выписанных счетах надо либо делать шифровки, делать какое-то закодирование, которое сможет прочитать только ПЖХ и будет знать, что это именно этот клиент, и он оплатил за свой счет. Либо одно из предположений – это еще упаковать в конверты эти счета, как сейчас это делают некоторые организации. Но для того, чтобы упаковать, это отдельные дополнительные издержки, которые будут оплачивать те клиенты, кому по почте либо запакованное придет данный счет. По мнению Юлии Мамай, данный регламент должен стимулировать жителей перейти на электронные счета. 16 апреля в Дагуповской городской думе соберутся руководители всех муниципальных предприятий, чтобы обсудить новые требования и как их исполнять. Что касается предприятия Адаутком, то активная работа по переводу бумажных счетов на электронные ведется уже несколько недель. Если же вы еще не оформили заявку на получение счетов за услуги Адаутком в электронном виде, обращайтесь в главный офис предприятия на улице Елговос, 1Б, или в пункт обслуживания клиентов в торговом центре Дитанамс.